Сейчас пришло время, август месяц, когда нужно возобновить посевы того, что нам нужно к обеденному столу. Это травы, это салаты и это, конечно, редис. Можно посеять и дайкон, но дайкон растет на улице и прекрасно уже с этим справился. Значит, вот тут у меня не только редис. Обожаю парад. Просто великолепный редис. Вот слов нет, насколько он хорош. Аскания самый скороспелый, круглый, красный редис. Преста тоже великолепный. Вот обратите внимание, пачки одинаковые. И снизу что написано? Плазменные семена. Надо отдать должное именно этой компании. Я не хочу, чтобы это сочли рекламы, но их семена всходят и практически нет пересортицы, чему я несказанно рада. Здесь у меня салат данский, укроп, розмарин, естественно, базилик. И он вот прекрасно здесь растет, и его вполне достаточно. То есть сейчас вы можете воспользоваться временем, это август, и посеять в теплице. Можете подсевать на грядке, на края, а можете вот так, как я, на вот эту любимую мою третью грядочку. Значит, я хочу посеять редис. Я просто вскопала почву вилами, слегка ее порыхлила. И, конечно, здесь мне не нужен скороспелый редис. Я хочу вот парад, он достаточно скороспелый. 25 дней максимум от всходов до полного созревания. И мы его посеем обязательно. Что такое посеять редис? Ну, открыть пачку, разумеется, да. Здесь достаточно семечек. Надо тоже отдать должное этой фирме. Вполне достаточно. Туго набитая пачечка. Вскрываем все это. Все прячу всегда по карманам, все обрывки. Ненавижу, когда на участке валяются всякие какие-то бумажные отходы. И сеять его надо все-таки поштучно. Потому что если вы густо посеете, то об этом горько пожалеете. У вас большая часть редиса не вырастет. То есть не образуется плодик. Расстояние между редисочками должно быть сантиметров 7 хотя бы. Если вы редиску, редьку, дайконы будете посыпать золой, чтобы листобложка не ела, у вас корнеплод не будет образовываться. Запомните, пожалуйста, это правило. Не золой. Лучше прикройте укрывным. Или просто опрыскайте каким-нибудь там, ну хотя бы фитовермом. Через 2 дня редиску можно есть. Прежде чем отправить редис в бороздки, и расстояние между бороздками должно быть сантиметров 20-25, чтобы было место, площадь питания и освещения должна быть обеспечена. А вы должны пролить это как следует. Потому что если вы посеете, засыпете почвой, а потом польете, ваши семечки благополучно все всплывут. А этого не надо. Так, значит, смотрите, вот прям с пальчика кидаю примерно на расстоянии длины моего пальца. Никаких густых, лучше пусть будет место. А теперь нужно засыпать эти бороздки. Глубина посадки вообще практически всех семян 1-2 сантиметра максимум. Земли как будто бы многовато, но я сейчас покажу, как нужно сделать, чтобы при поливе семена не всплывали. Вот я закрыла бороздку, а теперь смотрите, я своей рукой делаю вот так. Я буду придавливать почву так, чтобы потом влага стояла вот в этих местах, где я пальчиками делаю углубления. Видите? Ой, муравьи, видите, какие замечательные. Вот так вот. Вот это правильно. И теперь уже поливать не нужно. 3-4 дня здесь достаточно влаги, а вот когда редис взойдет, вот тогда поливать желательно бы очень обильно и каждый день. Потому что ему нужно влаги очень много, чтобы образовать плод, плотный, сочный и сладкий. Ну, я надеюсь, что все умеют сеять редиску. И это я показываю для того, чтобы вы помнили, что август месяц – это время посева таких приятных овощей, как редис и дайкон и душистые травы. Если хотите увидеть еще раз, то, пожалуйста, запишитесь на мой канал «Голова Садовая» на YouTube. И хоть сто раз в день. Всего доброго, пока! Субтитры подогнал «Симон»!